Субтитры сделал DimaTorzok В таких апартаментах хозяина не бывает. Кто набрел, тот и хозяин. Даже если мы выберемся отсюда, нас все равно ждут большие проблемы с бабками. Никаких проблем нет. Я успел подсуетиться. Они в надежном месте. Да ты что, обалдел, что ли? Да вот тебе крест. Вадя! Вадя! Тихо, тихо, без восторга. Мы не одни. Мы выбрали цель, потому что мы волки. Вам можно бежать, только это недолго. Того, кто нам мечен, всегда мы достанем. От нас не уйти, потому что мы стая. Но каждый всегда, за себя в волчьей стае. И если друг друга, клыки мы бонзаем. Один приговор, и всегда к высшей мере. Иначе нельзя, потому что мы звери. Стае, 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 нам правила известны, и знает каждый волк. Стае, 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 все волки стаи вместе, но каждый одинок. Стая, 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 нам правила известны и знает каждый волк Стая, 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 все волки встают вместе, но каждый одинок Стая, 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 ст Вперёд! Барьер! Молодец! Хорошо! Николай, Николай, слушай, я там мобильник забыл, чёрный такой, на столе, давай, забери его, да, и базу приготовь, ну, как обычно, знаешь, да, ну, хочу на выходные расслабиться, да, и баб только много не надо, а лучше одну, ну, вот, какую-то порядочную хотя бы, ну, приличную, ну, вот, помнишь, как в прошлый раз была? А то жена приедет из Испании с детьми, вообще не развеется, ну, давай, побыстрее, ну, помнишь, вот, как в прошлый раз клиента мы взяли, одну такую, с кудряшками, она их всем потом раздавала, не забудь взять мой мобильник, мобильник, что за кадры, а, с кем я работаю, а, пьянь. А, пьян, пьян, пьян! 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 Ну, кто со мной на разведку? Могу я? А я здесь побуду. Давайте, идите. Нам здесь по-любому долго торчать нельзя. Да сейчас все узнаем. Леночка, все нормально? Давай. Простите. Секундочку, сейчас. Быстрее, давай быстрее. Что Даша может помочь? Только дурь. А, кстати, я вам не рассказывал, что я мужчиной стал в зоопарке. Это заметно. Я вам скажу, конечно, исходя из своего личного опыта, что с женщинами иногда сложнее знакомиться, чем потом их соблазнять. Да-да-да. Да. Я вот в прошлом году на море познакомился с одной, я к ней и так подъезжал, и эдак. Ну, не хочет она со мной разговаривать, ну, хоть и тресни. А сама вся такая... 17 лет, как потом выяснилось. Давай вот, присядем и осмотримся. Я взял такой хитрый ход через ее подругу. Ну, втерся в доверие, там, пятое-десятое. И потом у нас уже пошло как по маслу. Я потом ее спрашиваю, говорит, Тамара, а что ты сначала это самое? А она мне... На каком море это было? Да на Ионичском, Греции. Магульти, ты мне сразу очень понравился. Я испугался. У меня папа такой строгий, у него папа... Каком месяце? Да где-то осень, не помню я. Как ее звали? Тамара ее звали. Фамилия как? Да какая тебе разница, слушай. Как фамилия? Да ты чё, охренел, дядя? Ну, да не помни я. Говори, я тебе сказал, говори. Да подожди, ты... Да говори. Да не помни, у него своя специфика работа, у тебя своя. Ты чего? Он президент какого-то благотворительного фонда. Ну, только это и зимой перебрался. Откуда у вас все фотография? Разворачивающая цепь! Тихо! Солдаты спасены? Да дурак! Интервал двореца! Посмотри на их командира. Оружие на изготовку! Вперед, марш! Не двигаться! Стрелять буду! Руки за голову! Теперь к стене! К стене встал! Ты чего разлеглась? Встать! Не трогайте её. Она больная. Слушай, может, руки может запустить? Солдатчик, а ты чего, один, что ли? Вы же вроде по одному не ходите. Беглый я. Эрдезертер. Зато везучий. А чего везучий? Я вас хомутнул. Что же? Я говорю, я. Зато богатство я. Чего ты взял? Ты меня не вкручивай. Нас позавчерашней ночью уже в ружьё подняли. Я всё про вас знаю. Постой-ка. А у вас же шестеро было. А мы разделились. Одни в одну сторону пошли, другие в другую. Ну, чтобы с толку сбить. Там что? Деньги? Дай сюда! Давай, давай, давай! Пошевели, зуб. Там продукты. А ты что, из-за наших бабок подорвался, что ли? Да нет. Я давно намылился. А дёру дал той же ночью. Бабки гоните, козлы! Вот повнимательнее! Даю вам три минуты. Если не увижу бабла, начну отстрел. Подожди, солдат. Тебя обманули. Мы никого не убивали. Это нас хотели убить. Деньги у нас все украли. Не гони пургу! Кто у вас украл? Весь Шантарский район на ноги поднят. Всех, что ли, обманули? Ну, выходит так. Выходит, что ни хрена не выходит. Всех, да не всех. Гони бабло, умник. Мне терять нечего. Тихо, тихо, зачем, дорогой? Слышали? Откуда мы стреляем? Пошли. 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 Такие раны не лечатся, разная, но на исключение даже милостыню не подает. Идите, сделайте мне только последнее одолжение и идите. Все, вот же мне ничего не нужно. Идите. Пойдемте, надо идти, пойдемте. Идите. Мил, подожди. Обещай мне навещать ребенка, обещай мне. Обещай мне не бросать ребенка. Вот сюда, да, но навещать. Обещаю, конечно, как только выберемся отсюда, обязательно свяжусь с ними и позабочусь о них. Не думаю, не думаю, а он же кроме себя заботиться не будет. Ладно, иди. Комар жопа, гоносваря. А, гражданин Василек. Давненько мы уже с вами не виделись. Да уж, давненько. А в лагере, я помню, что вы все пытались меня чему-то учить. Со своей дворянской высоты. Кстати, вы зря не согласились на предложение Саваннеева с нами сотрудничать. Глядишь, давно бы уже и дома были бы. Не разумен. Что делать, а жертва гордыня. Да, и не только вы один. Кстати, а где все остальные, а? Собака, велка. Что? Мазан! Князь. Так, из тринадцати участников игры осталось пятеро. Вы верующий? Слушай, синий. Хочешь поговорить, поговори со мной. Мы уже пробовали поговорить. Как-то не очень получается. Ребята, не надо. За нами погоня. Нам решать надо, что дальше делать, а не кидаться друг на друга. Слушай, почему Ерма назвала тебя дрянью? Да какая сейчас разница? Пошли! Пошли! Да. Слушаю. Алло! Это у вас заморвануло? У нас, у нас. Потери есть? Да, трое. Вернее, четверо. Плохо. Дым видишь? Ну? На него, короче, идите, должны вроде, по идее, перекрыть там. А если нет, тогда, значит, передаем эстафету Клебанову, это его работа начинается, понял? Все понял. За мной. Пункт 21, контракт, все помнят? Оружие собери. Вадик, помогите-ка с Эмилием ему, а? Устал он, наверное. Я предлагал, он отказывается. Синий! Давай по очереди нести. А то и сам загнешься, и ее погубишь. Да пошел ты! Ну вот. Так, давай спокойно. У нас сейчас проблема общая. Если будем держаться вместе, больше шансов выжить. Ага. Сначала кинуть хотели. А теперь кто гарантию даст, что снова не подставите? Ну о чем ты говоришь, а? О чем ты говоришь? Ты же сам был там, все видел. Пойми, нам бы только выбраться. У нас есть деньги. Мы теперь восполним твои потери. Да и добавим даже. Зачем нам сейчас вся эта враждебность, а? Она нас только губит, ну? Это вы за ствола такие щедрые, что ли, стали, а? Трудно с тобой, Синий. А ты не вяжись, и тебе легче будет. Знаешь, мне совсем не нравится, что у этого козла оружие. И мне тоже. Такие уроды могут сделать все, что хочешь. Это точно. Погиб по дороге без заключения к свободе. Лето 1938 год. Погиб по дороге все, поехали. Машину. Машину. Алло. Алло. Скоро ночь. Мои все равно уже ничего не увидят. Завтра, завтра мы с утра продолжим поиски. Завтра, завтра. Только можете завтраками корми. Дай. Что за страна? Где я живу? Берии на вас нету. Либералы. Дерьмократы. Репрессии. Ну и что дальше делать будем? Наслаждаться свободной жизнью. Знать хотя бы где мы. Не так далеко от дома. Помните, что солдат сказал? Как будто мы его слушали тогда. Он сказал, что весь Шантарский район на ноги подняли. А это наш район. И милиция нас в розыск объявила. Ну, положим, солдатам вполне и насвистеть могли. Соврать для важности дела. Могли. Но вряд ли. Я вот что думаю. Откуда только у них такие точные подробности про нас? Мы же всю милицию подкармливали. С головы до ног бояться было нечего. Нас не милиция сдала. А только начальник. Кребанов. Ты же ему сам подойти возил. Я, как по графику. Каждый первый понедельник месяца. Ну, вот, выводы надпрашиваются сами собой. Выходит, они все одна команда. Да. А я дурак голову ломал. Что он мне все сам впаривает? Кондитерскую фабрику, два муковольных завода. А он решил мелочь не плодить. Откармливал поросенка на свой праздник. Да. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ Инжилия! Ставьте лайки. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ Отвечает что-то. Да ответит, куда он денется-то? Куточка да гадливый и проницательный, а у нас. Александр Николаевич, да я по поводу закромов-то наших. Сколько трудились-то, полным-полна коробушка. Есть и ситец, и парча. Да? Молодец. Дурак ты, Азарий. Ты мысли у тебя дурацкие. А после вот этой твоей организации, я вообще подумаю, давай тебе что-нибудь, или так, голеньким отпустить. Ясно? Да уж куда, ясней. У вас соберет шуток, filled? А зазаг board. Выattiний чёрк. Он successor не возроддят работы, выражаясь к eighth-季у, аßen зяты из- inte-нrei. За какую статью вы хотели бы быть определены в наш лагерь? Уголовную или политическую? Да, что за какую? Мы с Юркой, значит, тазополиграфию против товарища Кагановича. А хотите пойти как жена врага народа? Пойдёшь как жена врага народа? А просто как жена врага нельзя. Кагановича Что случилось? Он убьёт его! Синий Дашу заглушил! Что? Синий Дашу заглушил! Даша, Дашенька, надо бежать быстрее. Ещё. Всё, валим, валим, ребята. Всё, валим, валим, ребята. Зачем он её убил? Зачем он её убил? Зачем он её убил? Зачем он убил? Смысл? Что, освободил её от страданий? Вадик, он нелюдь, зверь, уголовная сволочка. О каком смысле ты говоришь? Он бы и меня застрелил, будь уволен. Не понимаю. Тихо. Всё. Хватит. Давай, всё. В часть. В часть возвращаемся. Все в часть. Там это бессмысленно уже. Давай. Давай. Ну, роди дочь, князя, ребёнка. И что? А может, это и не мой ребёнок? Может быть такое? Может. И с какой стати мне у них объявляться? Участие какое-то проявлять? По срокам-то совпадает. Да, совпадает. И что дальше? Да, возможно, это всё-таки твой ребёнок. Даже если и мой. Даже если и мой. О чём она-то думала? И что, мне теперь по рукам и ногам себя повязать, что ли? Ах, Ниля, ты как-то не по-мужски. Князь погиб, защищая тебя. Спасая, возможно, отца своего внука. С чего ты взял? С чего ты взял? Он просто оказался впереди меня. Вот и всё. Двинулся бы я вперёд, мне бы досталось. Слушай, ты посмотри на него. Нафиг с другой стороны детям такой папаша. Она обеспеченный человек, сама со всем справится. Ну, не скажи. Жениться на княжне – отличная перспектива. Наследуешь империю нищих и страждущих. Сам станешь попрошайским князем. Доход немерен. Благодарю покорно, нет такие перспективы ни к чему. Хороший, забак. Хороший. А-а-а. Здорово, кореец. Ну, наконец-то дождался. Так. Ждал, ждал, заждался. Вот теперь Блэк. Всё будет хорошо. Вот. Руку. Руку давай. Руку давай. Руку давай. Черт. Руку давай. Николай, Николаич. Лишу, лишу, дай подумать. Что тут думать? Тут думать-то нечего. А мне так ноги в руки и вперёд. Согласен. Как только они выйдут из лесу... И что дальше? Выйдут они из лесу, и что дальше, а? Николаич, валить всё равно надо. Надо, только не сейчас. Вы что, забыли, что мы здесь, между прочим, не одни? Вы забыли про человека, который всё это замудил, а? Вы говоря, о котором мы столько бабла нахапали. На три жизни вперёд хватит, а он... А кто отрицает-то? Значит так. Вы люди свободные, можете идти куда хотите. Я с ним встречаюсь здесь через три дня, и я буду здесь его ждать, ясно? А я, между прочим, больше чем вы рисковал. Ну чего ты, Николаич, ну... Мы же тоже понятия имеем, да? Нет, ты сказал, нам ждать. Мы будем ждать. Александр Николаевич, да мы все как один. Да мы же, мы же. Прийдём к плечу. Вам работа запрошу. Это представители Федеральной службы безопасности из Красноярска. Они осмотрят кабинет и проверят служебные бумаги, где Слава Андреевича. Хорошо. Здесь будет хорошо. Так. Я не знаю. Ты как один. Есть. Это было хорошо? Это была какая-то хорошая. КОНЕЦ Уважаемые люди, хозяева жизни. Это мы, да? Круто. Да, моя дорогая, это мы. Только грязные, не мытые. Нам бы денег раздобыть, хотя бы одежду. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Прости за все, господи. Послезавтра конец игры. Ты так говоришь, как будто мы еще играем. В принципе, так и есть. Есть убегающие, есть догоняющие. Заметь, ситуация легко может измениться. Догоняющие будут убегать, а убегающие догонять. Может быть. Спасибо за все, господи. Вадик, скажи, мне Ирва сказала, что у вас с ней, у тебя с ней. Там в лангере. Она сказала правду. Понимаешь, вся эта, вся эта ситуация, этот грабеж. Знаешь, на самом деле, я тебе тоже кое-что хотела сказать. Что? Ну, кое в чем объясниться. Ну, а чего ты молчишь? Я жду. Вот все, что Бог послал. Держи, матушка. Тебе идет, святой отец. Тебя никто не видел? А-а. Чей это мобильник? Клебанова. Наверное, забыл. Спасибо. Идите. Если будет необходимость, мы вас позовем. Хотя нет, постойте. Покажите, пожалуйста, ключи от сейфов. Вот эти два от Большого. Вот эти два, которые под столом. Если что-то понадобится, секретарша у тебя. Спасибо. Ничего особенного. Обычная ежедневная текучка. Посмотри, что в этом сейфе, а я посмотрю под столом. Смотри. Ничего себе. Звони в Красноярск. Шефу, срочно. Смотри. Смотри. Пугай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что ж, какая интересная, смотри. Может, оставим? Это улики. Бочка с кислотой. Хозяева. Э, хватит, сворачивайтесь. Работы больше не будет. Наконец-то. Больше недели не мылись. У вас же полный цитара. Чего не помылись? Шутник. Вот, это вам. На баню передали. О, нормально. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»